Партнер программы салон-отелье классических итальянских костюмов Марка Биантония на Карло Липнихта 71, телефон 295-777. В Кирове 12 часов и 5 минут, сегодня четверг, 20 июля, начинается программа «Дневной разворот», веду передачу Дарьи Топузлеева и Владимир Сметанин. Как обычно, мы в начале нашего общения между собой и с нашими гостями анонсируем те темы, которые у нас сегодня будут. Тема, которая будет после 13.05, может быть, кому-то покажется из вас такой неожиданной, но если в целом рассматривать ту концепцию, те основы, которые заложены у нас в работе, у нас всегда находятся, мы зачастую говорим о каких-то частных общественных инициативах, то есть вот существует какая-то организация частная, абсолютно не финансируя... которая не финансируется никем, и у нее рождается идея, почему бы нашими знаниями и нашим опытом не поделиться с более широким кругом людей. Вот есть такое популярное сообщество у нас в Кирове, как «Любительская астрономия». По-моему, почти 11 тысяч подписчиков у них во ВКонтакте. И вот ребята выиграли грант, и они собираются обучать основам астрономии и азам наблюдения за звездным небом школьников в районах области. По-моему, замечательная идея. Да, я, кстати, не помню, а астрономию вернули в школу? Ты не знаешь? По-моему, все-таки нет. Но, учитывая прошлый опыт, мы все же родились, присутствующие в этой студии, в Советском Союзе еще, и, по-моему, в Советском Союзе каждый второй, наверное, мечтал быть космонавтом, учитывая наше славное космическое прошлое и первый искусственный спутник Земли, и первый человек в космосе. Вопросам астрономии, на мой взгляд, надо бы, конечно, больше уделять внимания, в том числе в рамках официальной школьной программы, но вот пока родилась такая частная иниция. Тем более сейчас столько всего интересного происходит. Да. Например? Телескопы различные, которые запускают. А, ты имеешь... Клит скоро будет изучать темную материю, темную энергию. Да, в плане, конечно, космического прогресса и техники для наблюдения и изучения космоса в последние годы, конечно, большой прорыв произошел. Будем говорить с представителями сообщества любительской астрономии в Кирове. Это Алексей Сыкчин, Дмитрий Касьянов и Анастасия Бажина. Будем ждать их в нашей студии после 13.05. Ну, а прямо сейчас, наверное, основным событием, да, сегодняшнего дня, общественно-политическим, является выступление губернатора Александра Соколова перед депутатами областного парламента. В 10 утра сегодня губернатор начал отчитываться о работе правительства за 2022 год. Напомним, что Александр Соколов является не только губернатором, но и председателем Кабинета министров регионального. Трансляция этого выступления ведется в телеграм-канале нашей радиостанции Кировград. До сих пор не закончил? Ну, вот до сих пор еще поступают сообщения. Прямо сейчас в прямом эфире. Не могу по понятным причинам посмотреть, идет трансляция или нет. Ну, если сравнивать это выступление с тем, что было в прошлые годы, когда отчитывались предыдущие руководители региона, то в общем и целом все как-то вот в одних рамках происходит. Губернатор, естественно, затрагивает самые основные сферы жизни нашей с вами. Вот, например, упомянул он уровень зарплат в самом начале своего выступления, доложил, что по итогам 2022 года средняя зарплата в нашей области выросла до 40 с лишним тысяч рублей. За последний год она поднялась на 12%. Далее были затронуты темы деревообработки, сельского хозяйства, строительства и так далее. Ну, все это в положительном ключе, естественно, обрисовывается. Наверное, иначе представить нельзя, да, чтобы глава регионального правительства говорил только о каких-то негативных последствиях. Ну, вот, в частности, затронул Александр Валентинович проблему дорог, о которой мы сейчас будем говорить в первом часе. Кировская область по рейтингу РИА Новостей, о котором мы много говорили недавно, оказалась на предпоследнем месте по качеству дорог. Следующая фраза мне понравилась. Это объективно признал губернатор. И этому есть причины. Но вот как далее это объясняется, меня, конечно, насторожило. Люди опытные знают, что у чиновников, политиков есть такой прием, как бы это мягко выразиться, вина лежит не на нас. Далее цитирую. «При прошлом правительстве дороги делились на свои и чужие. Областная власть считала, что она отвечает только за региональные дороги, при этом самые плохие у нас дороги муниципальные». И также еще подчеркнул глава региона о том, что ему непонятно, почему во главу угла в дорожных работах ставилась прибыль авиатавтодора. Понимаешь, о чем речь, да? То есть вот эта формулировка при прошлом правительстве или при прошлых правительствах. Но при этом нынешний же министр, отвечающий за дороги, нам же в этой студии говорил, что приоритет ставится на те дороги, которые проходят или находятся в населенных пунктах, где проживает наибольшее количество людей. То есть это та же самая риторика тех же самых предыдущих правительств. Она как не менялась, так и остается сейчас. Ну, мы помним прекрасно, что прошлые руководители области тоже говорили о том, что у нас активно ведется дорожное строительство, и в ближайшее время мы собираемся выйти на новый уровень нормативного соответствия и так далее. В общем, это такая тема, которая вот, круговорот вот этой, да, на самом деле, дорожная тематика. То есть, в общем-то, похожие формулировки, цели похожие, когда на самом деле мы увидим настоящий прорыв в качестве муниципальных дорог в Кировской области. Вот как-то сложно прогнозировать, да, когда это случится. О дорожной теме мы будем говорить прямо сейчас, в первом части нашей передачи. Вятавтодор упомянул губернатор. Мы помним этот скандальный отчет, да, контрольно-счетной палаты. В конце зимы этого года он был опубликован. Основные выводы там заключаются в том, что работа вятавтодора неэффективна, очень много долгов, финансовое положение за последние годы странные траты на хитнес, на корпоративы. Всевозможные премии по максимуму, не специфическая для вятавтодора, в том числе деятельность, да, по сдаче в аренду техники и так далее, и так далее. И вот проходит несколько месяцев. Подожди, и вывод еще, еще один из основных выводов о том, что областное правительство плохо контролирует, да, областное предприятие Вятавтодор. Абсолютно, по-моему, идентичные формулировки у нас появляются на днях, но уже в адрес городской компании, да. Города Дормус строя. Учредителем которого является администрация нашего города. Вот эти выводы, которые сделала уже контрольно-счетная палата нашего региона. Опять речь идет о неэффективности работы ГДМС. Необоснованных премиях руководству. Необоснованных премиях руководству. О том, что за последнее время аж в четыре раза увеличилась кредиторская задолженность Гордор Монстроя. Ну, миллиарды там, по-моему, да, не взяли? Ну, да, 557 миллионов рублей за должность. Там представитель ГДМС пояснил, что зачастую предприятие не может получить деньги за уже выполненные работы, и чтобы продолжать функционировать дальше, вынуждено брать кредиты. Да, там еще один интересный момент по поводу штрафов, пений и неустоек. Это вот та ситуация, которую мы здесь тоже часто обсуждаем, да. Какую ответственность несут подрядчики за не вовремя вывезенный снег? За некачественную выполненную работу, да. Вот, пожалуйста, вот они ее несут, но, опять же, все это влияет на эффективность предприятия. Вот такое колесо сансары какое-то получается. Ну, да, да, как-то зациклено как-то все получается. Ну, и опять-таки городская КСП пришла к выводу, что предприятию требуется не просто вмешательство со стороны учредителя, а постоянный и жесткий контроль со стороны мэрии, областного центра. Вот, еще раз повторюсь, выводы очень и очень схожие с тем, что было, с тем, какой вердикт был вынесен в адрес Ватавтодора. Ну, и тему эту продолжают раскручивать уже городские власти, да. Стало уже известно о том, что Гордор Мострой может лишиться у нас статуса основного, титульного городского подрядчика, который через... При этом нужно понимать не то, чтобы у нас их много было, этих подрядчиков. Ну, который через себя пропускает эти все потоки и берет на субподряд... Другие организации. А иногда они берут друг друга на субподряд, Ватавтодора, ГДМС. Ну, у них такие интересные, да, взаимоотношения. Да, берет на субподряд другие организации, их у нас там 5, 6, 7, 8, по-моему, может быть. Вот, и замглавы администрации нашего города, который сейчас является исполняющим обязанности главы администрации на время отпуска Вячеслава Симакова, речь идет о Дмитрии Печенкине, да, он как раз депутатом на заседании Гордумы доложил о том, что есть у мэрии планы отказаться от услуг ГДМС как основного подрядчика. Не отказаться от услуг вообще, а перестать вот эти большие лоты именно ему отдавать. Екатерина Безгачева, да, с нами на связи, заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина, рада вас приветствовать в нашем эфире. Сразу же к делу перейдем. Какая позиция у вас и у ваших коллег из администрации сейчас сформирована по поводу Гордума Мосстроя? Да, действительно ли всерьез могут произойти у нас такие большие перемены в ближайшее время, когда ГДМС перестанет быть основным генеральным подрядчиком? Ну, я думаю, что все возможно вообще в нашем мире. И на сегодняшний день у нас размещено 5 закупок, 5 лотов на содержание уличной дорожной сети. Разбиты они территориально. В каждом у нас контракте из этих будут как тарифная часть, как у нас ранее было, так и дополнительные работы объемные, которые мы будем выдавать задания конкретно на улицу, конкретной привязкой адресной и проверять выполнение уже объема. Екатерина, да, простите, перебью. Сразу уточним, это впервые такой подход используется, когда на 5 лотов разбивается территориально? Или, в общем-то, то же самое и раньше было? Ну, когда-то давно у нас было, насколько я знаю, было несколько лотов. Может быть, не 5 было, может, там было 6, 7, может, там и больше. Но такая практика была. Возвращаемся, в общем, к ней. Ну, попробуем, да. Мы же не стоим на месте, мы всегда пробуем что-то. И если не попробовать, там нам и не понять, получается, не получается. Надо, я думаю, что работать всегда на сторону улучшения. Екатерина, а на какой срок вот у ГДМС сейчас заключен контракт был? Вот настоящий контракт у нас на год заключен. То есть 12 месяцев, это у нас и зима, и лето, и переходные периоды. То есть эти контракты новые, они тоже будут действовать все с одного дня и ровно на 12 месяцев. То есть этот же самый период, я думаю, что это показательный период, когда и зимние, и летние виды работ подрядчик выполняет, и, соответственно, переходный период, когда и то, и то он делает. У ГДМС-то когда сейчас контракт заканчивается? 10 августа. А, то есть буквально через 20 дней уже, да? Да, поэтому у нас как раз размещена закупка, чтобы стык-стык, новый контракт заключился, и мы продолжили содержать город и поддерживать его состояние и улучшать. Смотрите, вот еще такой момент, да, если действительно витает в воздухе какая-то необходимость или, по крайней мере, идея, да, отказаться там от статуса какого-то генподрядчика как такового, либо сменить его, насколько это соотносится там, да, с отчетом КСП, и являются ли следствием, да, того отчета, который предоставили, или эта проблема, она уже давно, скажем так, наклюнулась, и давно ее обсуждали в администрации? Ну, я думаю, что эта проблема уже давно обсуждалась, потому что у нас всегда, в принципе, если что-то новое, да, как вот это, например, объединение, что один генеральный подрядчик, который несет ответственность, что он как бы большой родитель отвечает за всех своих субподрядчиков и субсубподрядчиков и доделывает за ними то, что они не доделали. Эту тему обсуждали с самого начала, как только у нас появился этот один большой лот, и мы хотели увидеть от этого улучшение, и мы на самом деле увидели результат, тот, который, наверное, хотели. Вот, сейчас пробуем поделить ответственность на пять лотов, на пять территориальных таких участков, и закрепить, чтобы у каждого подрядчика он напрямую нес ответственность за свои действия. То есть это вот в контракте также предусмотрено, будут штрафные санкции за невыполнение. А смотрите, такой момент, да, то есть все же ГДМС, не частная, да, компания, как мы понимаем, вот на финансовом состоянии города Ромостроя вот этот вот, скажем так, отзыв, звание, да, титульного подрядчика как-то улучшит их состояние, ухудшит, никак на них не отразится, ну, то есть как вывести? Да, я, знаете, я думаю, что ГДМС выдохнет, и будет работать более усиленно, возможно, на другие направления, которые у нас не так много у нас подрядчиков, которые, например, занимаются ремонтом, там, по мостам, по ливневкам, какие-то, знаете, такие профильные работы, допустим, это же БКД, строительство, да, участков, то есть у них силы, скорее всего, будут сконцентрированы на такие, на серьезные работы, на те работы, которые будут показательны для города, для области, для нашей, поэтому я думаю, все будет хорошо и у нас, и у них, и у всех, поэтому все идет во благо. А город вообще может как-то регулировать те работы или хотя бы рекомендовать, да, чтобы, или объем работ, чтобы акционерное общество на себя брало, да, то есть, например, там, давайте вы в этом сезоне будете заниматься, скажем, только ремонтом дорог и гарантийкой там по предыдущим этим, чтобы не перегружать, не хватать лишних штрафов? Ну, я думаю, что это все обсуждается ежегодно, когда ГДМС рассказывает свой бизнес-план, что они планируют делать, что они делали, вот этот совет директоров, который собирается, это же все обсуждается комиссионно, то есть они принимают решения совместно, все обсуждают и анализируют. Я думаю, что это все учитывается и планируется на основании анализа прошлого года и прошлых лет. — Екатерина, скажите, еще у вас, безусловно, большой опыт деятельности вот именно в уличной дорожной, да, тематике. Вообще ГДМС и его субподрядчики, они сильно отличаются по оснащению, по своей компетенции, по своему опыту? Или, в общем-то, большой разницы нет? Та же техника, те же люди? — Ну, знаете, как думаю, что у нас, в принципе, за время вот этой работы с подрядчиками, мы же все равно с ними напрямую общаемся, с мастерами общаемся, бываем у них на базах, смотрим, какое состояние техники, как вообще выглядят рабочие, что они делают. На места выезжаем, и днем, и ночью бывают такие моменты. Поэтому я думаю, что в среднем, наверное, у всех более-менее опыт имеется, причем он уже не маленький. То есть, да, если смотреть там лет пять на содержание города, и сейчас, конечно, у нас уровень вырос, и подрядчики большие молодцы, конечно. Они подтягиваются, они приноровились, можно так уже сказать, к содержанию, к определенным улицам, у которых есть свои нюансы. У каждой у нас улица индивидуальная, и нужен свой подход. Эти же грунтовые дороги взять, например, да, или асфальтовые, второстепенные дороги узкие наши. То есть у каждого подрядчика на каждую улицу есть понимание, что нужно с ней делать. И когда у нас получилось в том году, что немного там поменялись титула, вышли там новые подрядчики, то подрядчики собирались, делились опытом, как где лучше, какой техникой взаимодействовать. То есть это получилось уже как такое, не знаю, комиссионное тоже у нас было собрание. Коллегиально. Чтобы улучшить ситуацию, да. То есть каждый делился своим опытом, как и что у него получалось, а что не получалось. И на основании этого получилось, я думаю, улучшить содержание в целом. Немножко еще по процедуре. Пять лотов эти будут выставлены. Соответственно, кто предложит самую низкую цену, тот и победит, как обычно. У нас получают, ну в принципе, да, у нас сейчас уже размещены эти закупки в ЕИСе. И там есть определенное, что у нас должен быть опыт у подрядчиков, да. То есть какие-то вот эти вот по стоимости там понятно все, по объемам, по объемным видам работ тоже это все вывешено, все известно. В принципе, да, могут сейчас заявляться и у нас потом определится, когда подрядчик на каждый из лотов. Мы уже будем знать, будем связываться, будем разговаривать уже предметно по каждому титулу. Один лот, одна компания? Да, или одна компания может взять четыре лота и... Или все пять? Да. Может, конечно, почему бы и нет. Может, не знаю, может взять четыре, может три, два, один, может все пять попробовать взять. Но там тоже свои условия, там же по ограничению идет по обеспечению. Ну, там уже свои такие финансовые нюансы. Поэтому, если хорошая организация и у нее есть возможность, то почему бы и нет. Нам главное, чтобы был результат. Депутаты городские тут интересовались, значит ли это, что и иногородние подрядчики тоже смогут участвовать в этих аукционах. Это не исключено, насколько мы поняли, да, из другого города? Да, конечно, это открытая площадка, никто не скрывает, что из закупки это все в общем доступе находится, и техническое задание в том числе. Поэтому участвовать может любой. Главное, чтобы при заключении контракта этот подрядчик добросовестно относился к своей работе и выполнял то, что предусмотрено контрактом. Ну и последний вопрос. Когда уже можно будет, на ваш взгляд, подводить такие первые итоги вот этой новой системы? Будут разыграны пять лотов. Когда уже можно будет давать оценки? Хорошо получилось? Не очень хорошо получилось? Я думаю, что это можно будет давать уже к такому переходному периоду, когда мы поймем, как кто на своем хитуле сработал, то есть у кого какие результаты сложности возникают. Потому что когда вот сентябрь-октябрь, да, у нас начинаются первые дожди, начинается вот эта непогода, листва, вот это вот все. Это тоже такой первый уровень сложности, который подрядчики проходят, и мы понимаем, уже успевают они, не успевают. Ну а потом уже, конечно, к деме, когда мы подходим, мы уже должны понимать четко, что подрядчик у нас справится, и что у нас каждая улица будет и обработана, и очищена своевременно. Поэтому первые такие результаты, думаю, будем в октябре подводить. В начале октября посмотрим. А общая сумма подскажете, не подскажете? Известно вам, Екатерина, эти пять лотов? Да, у нас общая сумма порядка 1 миллиарда 600 миллионов на части доп. работы. И, кстати, хочу еще рассказать вам о том, что у нас в этом году мы распределили также по подрядчикам пропорционально еще блок по зеленому строительству. Это у нас уборка пней, валка деревьев, обрезка кустарника, полив. То есть такие работы, которые необходимы в каждом даже самом отдаленном у нас районе. И с чем у нас на сегодняшний день, конечно, наш отдел зеленого хозяйства не так хорошо справляется, как бы мог, из-за того, что людей все-таки ограниченное количество. Здесь уже подрядчикам мы часть отдаем. То есть правильно я понимаю, что подрядчик зимой будет убирать снег в теплое время года, в том числе заниматься вот этой работой? Да, у нас уже в доп. работах, помимо того, что мы занимаемся там подземный-надземный переход с содержанием их, у нас же есть еще там устройства тротуаров. Это бордюры ставим, поребрики, тротуары делаем в плитке, ну то есть брусчатки наши любимые в асфальте. Это обочины, это по грунтовым дорогам работающие в нем. Это целый огромный перечень работ, которые помимо того, что мы подметаем, моем, да, убираем снег и обрабатываем ПГМ, мы еще делаем такие работы. Это впервые, да, произошло именно в лот это включено зеленое хозяйство? Ну вот впервые в эти лоты включено зеленое строительство. До этого, то есть у нас был ремонт тротуаров и вот эти работы с обочинами, ямочный ремонт тоже он был у подрядчика, вот у ГДМС получается, и уборка порослей, то есть это все было. В том году впервые мы включили блок безопасности дорожного движения, это обслуживание светофоров, разметка и знаки. В этом году это все точно так же остается и у нас добавляется просто зеленое строительство. А там, Екатерина, последний момент, кроме вот пней выкорчеванных, что туда еще войдет, какие работы? Вот валка деревьев различных диаметров, резка газонов у нас будет здесь, в принципе, как в том году у нас была, плюс досев травой. Вот, у нас будет обредка кустарника, у нас будет полив тех клумб, которые сейчас существуют. Ну, такие основные виды работы, именно там омолаживающая, санитарная обрезка, вот такого плана. Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Екатерина Безгачева, заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры, дала пояснение вот по этому новым лотам, которые уже разыграют. Всего пять, да. Но, опять-таки, это не исключает того, что один подрядчик не сможет несколько лотов взять. Ну да, на самом деле это будет делать его генеральным подрядчиком или нет? Да, то есть, может, формально какие-то изменения, да, произойдут. Но что, на самом деле, ГДМС мешает все эти выиграть аукционы? Будем дальше продолжать общаться с нашими спикерами. Сейчас ждем подключения по телефону депутата Кировской городской думы Владимира Малкова. А я напомню, что беседовать с деловыми людьми нам помогает салон-ателе классических итальянских костюмов Марка Би Антони на Карла Липкнехта 71. Это совсем рядом от театральной площади. Марка Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжеств и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон и услуги химчистки премиального уровня. Марка Би Антони – эстетика в каждой детали. Звонить можно по номеру телефона 295-777. Я тут продолжаю краем глаза читать отчет КСП о деятельности ГДМС. Там тоже интересный такой момент есть по поводу улицы Сурикова. Ты читала, да? Не может до сих пор ГДМС получить деньги за проект строительства улицы Сурикова. Проект не может получить результаты госэкспертизы проекта строительства улицы Сурикова. Сурикова, как известно, уже сдана. Там уже березки высаживают. Да, речь идет только лишь еще о проекте. Выполненная работа на сумму почти 80 миллионов рублей. Ни копейки какие-нибудь, да? Очень интересная, конечно. Это итоги проверки за 2021-2022 и начало 2023 года. Наверное, нужно почаще проверять, да, аудиторам. Ну вот на самом деле это же достаточно странная такая ситуация, да, что два основных подрядчика по ним выкатывают КСП вот такие вот отчеты. Ну то есть что-то не так в Датском королевстве. Что-то меняется. Что-то ветер куда-то дует. Минута у нас остается, и Владимир Малков с нами на связи. Нет, время потом еще будет после рекламы. Имею в виду до рекламы, да, депутат Кировской городской думы. Владимир, добрый день. Добрый день. Да, Владимир, мы просим прощения. Просто у нас вот сейчас реклама буквально через 30 секунд. Мы, безусловно, вам будем задавать вопросы по поводу Гордор Морсстроя, да, о претензиях, возникших к нему и возникших достаточно давно. И вот сейчас у нас впервые за долгое время пять лотов выставляются, разных лотов, не единых. Мы с вами побеседуем через минутку буквально, когда у нас реклама закончится. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, хорошо? Хорошо. Да, реклама прямо сейчас. Дневной разворот продолжаем. Владимир Малков, депутат Кировской городской думы, с нами на связи. Владимир, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, еще раз добрый день. Сразу же к делу. Как вы оцениваете результаты проверки контрольно-счетной палаты в отношении ГДМС? Насколько оправданы эти претензии? И насколько ожидаемо, скажемо. Насколько ожидаемо. Да, город администрации тут тоже досталось за то, что плохо контролирует эту структуру, свою структуру, собственно. И как вы оцениваете эти движения в сторону того, что нужно разбивать лоты, и они будут разбиты в итоге? Да, я считаю, что проверки действительно оправданы. То есть претензий по работе ГДМС накопилось очень много. И думаю, что это все справедливо было озвучено. Точно так же контроль со стороны администрации был минимальный. Ну и, соответственно, мы видим, к чему пришло это все. По поводу лотов, что будет город раздроблен, грубо говоря, на участке, мы давно уже об этом говорили и предлагали, что это надо сделать. Так что, думаю, нововведение будет, я думаю, оправдает себя. Ну вот по большому-то счету это же ведь не совсем нововведение. То есть мы, получается, возвращаемся к тому, что раньше было, да? То есть, получается, вот этот вот единый лот не оправдал себя? Единый лот не оправдал, и вы сами понимаете, все хорошее, это забытое старое. Соответственно, попробовали вести генерального подрядчика ГДМС, но, как можно сказать, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. И получилось так, как получилось, что ГДМС стал генеральным подрядчиком, но он не смог просто, у них сил не хватило всем этим заниматься. Ага, смотрите, ну вот по большому счету получается, что сейчас в рамках аукциона, который будет проходить, ничто не мешает одной компании взять все пять лотов. То есть вот тут как-то мы можем в этом плане перестраховаться, в том плане, что ГДМС это все-таки не какая-то частная компания, да? Может ли администрация или депутаты надавить на администрацию, администрацию в свою очередь надавить на свою компанию, чтобы они нож убрали, вот как вы говорите, по силам? Не все, чтобы в одну корзину, да, складывать? Да, ну смотрите, у нас на комиссии, исполняющей обязанности директора ГДМС, сказал, что, ну они действительно не справляются с обязанностями. И я думаю, они вряд ли будут брать снова все эти пять лотов, чтобы потом их, ну точно так же с них не спрашивали. КСП у нас за этим хорошо следит. И видите, тут ситуация получится как? У нас тяжело было с конкуренцией, когда был один лот, то есть не каждый там малый и средний бизнес мог потянуть эту ношу. А здесь у нас будет на лицо, очевидно, конкуренция у нас объявится, и больше чем уверены малый и средний бизнес, который сможет поучаствовать в этом. Еще один немаловажный вопрос, считаю, Владимир, будете ли вы с коллегами-депутатами добиваться от городской администрации разработки некой программы оздоровления, что ли, ГДМС, да? Ну это ж не шутки, 600 миллионов рублей долгов у предприятия, основным учредителем которого является мэрия. Согласны вы с тем, что нужна какая-то программа прям вот отбивать это все? Да, у нас при каждой муниципальной созданной компании есть совет директоров, тут он у нас обновился. К сожалению, я тоже подавал заявку, но меня не взяли по каким причинам, не могу ответить. Ну, я думаю, тот совет директоров, который будет сейчас работать, я думаю, внесут какие-то изменения, поправки, чтобы возродить нашу АОшку, чтобы начала работать эффективно. Владимир, смотрите, а как... Конечно, заниматься надо, терять их нельзя в любом случае. А как, почему вообще, в принципе, такая ситуация сложилась, да, и получается, что ни для кого не стал этот отчет КСП неожиданностью, то есть, получается, в принципе, все были в курсе какого-то не очень... Здорового положения дела. Здорового положения дела, да, в ГДМС, при этом ничего не делалось или что происходило в эти два или сколько там, два с половиной года, да? То есть, в курсе всего у нас находятся все. Депутаты не раз уже говорили, что надо обратить на работу ГДМС. Но администрация складывается ощущение, что администрация наша с ГДМС не ведет вообще никакого диалога и закрывает глаза. Да. Давайте возьмем во внимание даже эти же там премии, которые бывший директор выписал. Там 7,7 миллиона рублей, по-моему. Соответственно, администрация ведь как-то пропустила их. Подождите, 7,7... 7,7, да? 7,7 миллиона, да. 77 миллионов рублей на премии? 7,7 миллиона. В смысле, почти 8 миллионов? Почти 8 миллионов. Вот, 7,7 миллионов, 700 тысяч рублей. Это за какой промежуток времени? Ну, год, год. За последний год? А это на какое количество человек, я прошу прощения? Может, там руководство 20? Ну, там управленческий персонал. Топ-менеджмент, топ-менеджмент, да, компания, компания. Да, поурезать бы аппетит, это, конечно, на размер. Вы понимаете, да, у нас администрации предлагаются, то есть, эти премии, а администрация уже смотрит, одобрить, не одобрить. Но если у нас такое пропускается, о каком контроле со стороны администрации может идти речь? То есть, эти премии были одобрены администрацией, то есть, это не было решение внутри ГДМС? Ну, администрацию учредители... Понятно, да. А премии, это они, что там, по итогам квартала, по итогам года, как там, какой порядок? Ну, по итогам года, то есть, они пишут и, видимо, они озвучивают, что мы хорошо поработали, можем мы себя наградить. Мы больше набрали много штрафов, пене неустоек. Даша, почему у нас нет такой возможности, да? Самим себе нарисовать с большим количеством нулей премию к Новому году очень было бы хорошим подспорьем, да? Можно было и съездить бы куда-то на Новый год. А депутаты, как-то, Владимир, будут сейчас строже там, да, контролировать действия администрации в плане ГДМС? Есть ли вообще для этого возможности? Мы всегда строго контролируем, и то есть, на последней комиссии я поинтересовался у КСП, то есть, дальнейший ход к делу будет какой-то. Ну, у нас КСП всегда дает на проверку это все в прокуратуру, и я очень надеюсь, что появятся какие-нибудь новые уголовные дела, потому что тут прямо налицо превышение должностных полномочий, коррупционная схема. Ну, опять же, да, это пока только лишь ваше мнение, да, уже компетентные органы должны разобраться и вынести свои какие-то решения. Спасибо большое, Владимир. Владимир Малков, депутат Кировской городской думы. Ну, вот... Все, рот открылся, да, от удивления. Нет, я просто, видишь, думала, что... Почти 8 миллионов рублей руководство компании в качестве премии. Если администрация города самоустранилась, скажем тогда, от дел ГДМС, я вот до этого момента пребывала в уверенности, что все это делалось внутри компании, да, ну, по крайней мере... Да, звукорежиссер может линию отключить. Вот эти гигантские премии, которые руководство себе начисляло, все это делалось, ну, между собойчиком таким. Но вот, получается, все это делалось не втихаря, скажем так, прошу прощения, да, за сленг. То есть цифры в город администрации помнили Владимира. Были известны всем, да. Их должны были видеть, их должны были, в общем-то, одобрять. Да, ну, не успели задать вопрос Владимиру по поводу того, насколько велика вероятность, на его взгляд, захода другого иногороднего подрядчика, именно на содержание улиц и дорог областного центра. Но я думаю, что этот вопрос мы зададим еще двум нашим спикерам, которые у нас будут на связи уже после 13.05. В общем, не закрываем эту тему. Продолжим через 25 минут. Продолжение следует... История вашего успеха.